Платить будем еще больше. Наре одобрило повышение тарифа на воду. Использовать лучшие образцы международной практики. Президент Игорь Дадон провел встречу с экспертами Венецианской комиссии. Студенты недовольны. Румыния вдвое сократила количество стипендий для молодых людей из Молдовы. Для удобства отдыхающих в Архии к летнему сезону благоустраивают озеро и пляж. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новые тарифы на воду. Теперь кишиневцы будут платить за один потребленный куб на полтора лея больше. Соответственно, для физических лиц сумма составит 10 леев 69 банов, для юридических 24 лея 46 банов. Решение вступит в силу с 1 июня. Как отметили представители Наре, некоторые цифры, представленные АП и канал, были не аргументированы. Поэтому тарифы выросли меньше, чем предлагалось. Хочу подчеркнуть, что 103 миллиона леев не отражены в новом тарифе, утвержденном Наре. Иными словами, эти 103 миллиона не будут включены в платежки конечных потребителей. Рост тарифа на воду связан с увеличением средней заработной платы по экономике, скачком цен на электроэнергию, а также потерями АП и канал. На данный момент потери в сети составляют 18 миллионов тонн в год. Это 43% от общего объема, поставляемой потребителем воды. Это огромный процент. Львиная доля потерь – это незаконное пользование услугами АП и канал, отметили в Наре. Агентство рекомендовало руководству предприятия решить этот вопрос, а также оптимизировать расходы. Напомним, изначально поставщик запросил повысить тарифы на 2,5 лея и назвал эту сумму незначительной. Мол, средняя семья, потребляющая порядка 7 кубов воды в месяц, увеличит расходы всего на 18 леев. Тем временем поставщик комментировать решение Наре не спешит. Сначала здесь подсчитают убытки от нового утвержденного тарифа, пояснила директор АП и канал Вероника Херца. Референдум по вопросу строительства Центра управления опасными отходами близ поселка Сынжера откладывается. Центр сберком аннулировал решение местного совета дать право высказаться жителям поселка. ЦИК сослался на госканцелярию, признавшую действия местной администрации незаконными. Власти Сынжеры возмущены и настаивают на своих правах. 20 мая жители Сынжеры собираются временно перекрыть дорогу на Террасполь. ЦИК в своей реакции на заявление местного совета Сынжеры отметил, что готов поддержать референдум, если решение о его проведении будет законным. Президент Молдовы провел встречу с экспертами в Венецианской комиссии, которая находится в эти дни в нашей стране. Я еще раз подтвердил свою позицию, что я выступаю за роспуск парламента и досрочные выборы. Нынешние конституции не позволяют президенту это сделать, поэтому я вышел со своими предложениями. Я понимаю позицию и политические заявления как парламентского большинства, так и остальных партий, но я считаю, что нам нужно создать сбалансированную политическую систему, независимо от чьих-либо партийных или идеологических интересов. Глава государства поблагодарил экспертов Венецианской комиссии за то, что они внимательно выслушали мнение каждой страны. В рамках дискуссии мы заверили, что будем принимать во внимание самые лучшие примеры из международной практики, которые касаются изменения Конституции и электоральной системы. Напомним, накануне состоялась встреча экспертов Венецианской комиссии с представителями всех парламентских фракций. Заместитель директора секретариата комиссии Симона Граната Менгини заявила на сегодняшней пресс-конференции, что их миссия в том, чтобы оценивать не политическую ситуацию в стране, а сами предложения, с которыми обратился президент Молдовы. Эксперт отметила, что дискуссии на эту тему продолжатся в начале июня в Венеции. После эксперты представят свое заключение. Мы надеемся, что эта экспертиза будет действенной и приветствуем в этом контексте инициативу президента в том плане, что будет принята во внимание лучшая международная практика, которая существует в этой области. По окончании пресс-конференции президент Игорь Дадон прокомментировал инициативу лидера либералов Михая Гимпу о проведении референдума по его отставке. Глава государства ответил, что не понимает, как с юридической точки зрения Гимпу может инициировать референдум, который изначально не будет иметь юридической силы. Игорь Дадон встретился с группой участников бизнес-тура Челябинской области, сообщает пресс-служба президентуры. Бизнес-тур организован при содействии торгового представительства Российской Федерации в Молдове. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся политических и торговых отношений между нашими странами, а также вопросов межрегионального сотрудничества. Среди них увеличение экспорта продукции молдавских предприятий в Челябинскую область и привлечение челябинских инвесторов в молдавскую экономику. Гости высказали полное взаимопонимание и готовность к сотрудничеству. Существует серьезный потенциал для развития торговых отношений Республики Молдова и ее регионов с Челябинской областью. Уверен, что наши связи с Челябинской областью и другими регионами России будут и дальше интенсивно развиваться, отметил Игорь Дадон. Свою деятельность, связанную с налаживанием торгово-экономического сотрудничества, президент Молдовы продолжит во время зарубежного визита. С 21 по 23 мая глава государства посетит Турцию, где примет участие в саммите организации Черноморского экономического сотрудничества. Организация объединяет 12 государств при Черноморе и Южных Балкан и создана для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. На 22 мая у Игоря Дадона запланирована встреча с президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом. Также президент Молдовы намерен встретиться с молдавской диаспорой в Стамбуле. Поездка станет продолжением молдотурецкого сотрудничества, которое активизировалось в последнее время. Напомним, 5-6 мая Молдову посетил премьер-министр Турции Бенали Илдерем. В Международном Кишиневском аэропорту завершились работы по расширению перона на 45 тысяч квадратных метров и по стабилизации почвы в зоне расширения второй полосы. Об этом сообщает компания Авиаинвест. По словам ее представителей, индексы несущей способности покрытия перона были увеличены до более 70 единиц. Таким образом, аэропорт сможет принимать самолеты самых разных размеров, включая и крупные судна, такие как Боинг и Аэробус. Также в результате расширения перона были сданы в эксплуатацию 23 новых парковочных места для самолетов, что значительно превышает обязательства, взятые на себя инвесторам в рамках первого этапа проекта по модернизации аэропорта. Все работы были выполнены в строгом соответствии с требованиями к качеству и самыми высокими европейскими стандартами. В компании отмечают, что в ближайшее время на новой полосе начнутся работы по нанесению последних слоев, а также реконструкция всех остальных поверхностей аэропорта. Румыния сократила вдвое количество стипендий, ежегодно выделяемых для учащихся из Молдовы. Это решение возмутило многих абитуриентов, в том числе представителей блока национального единства, которые в открытом письме потребовали от румынского правительства объяснений. Мы разочарованы тем, что высокопоставленные чиновники, бюрократический аппарат Румынии, трансформировал эти предоставляемые стипендии в простой математический расчет. Дело в том, что не все предоставляемые Молдове места востребованы, поэтому и было решено сократить их число с 5000 до 2250. Так объяснили ситуацию депутату парламента Румынии Константину Кадряну в Минобразовании соседнего государства. То, как отреагировало наше ведомство во главе с Кариной Фусу, парламентария возмутила не меньше. Министерство образования Молдовы удовлетворяется, удовлетворило это ограниченное количество мест 2250 и не настояла, не попросила, как было бы правильно увеличить количество мест. Оно в дискриминационном порядке попытается оставить молодежь в университетах Молдовы. В этом году Румыния выделяет для выпускников из Молдовы 950 мест для доуниверситетского образования, 1100 мест в вузах, 100 мест в магистратуре, 50 мест в докторантуре и столько же мест в резидентуре. Если решение сокращения стипендий для учащихся из Молдовы не будет пересмотрено, члены блока национального единства объявят протесты. С 20 по 23 мая молдавский законодательный орган впервые отметит Дни парламента. Празднование начнется в субботу 20 мая. В ночь музеев во дворе Национального исторического музея будут выставлены два ретроавтомобиля из гаража парламента. 22 мая будут организованы дискуссии с общественными организациями. 23 мая в парламенте пройдет выставка, посвященная открытию музея. Среди экспонатов будут выставлены исторические документы, фотографии и дипломатические подарки, полученные депутатами. В ряде городов Молдовы территориальное информационное бюро парламента проведут Дни открытых дверей. Аргеевцам будет где позагорать этим летом. Мэрия города и общественная организация Пентру Архей по распоряжению градоначальника Илана Шора, переданного через адвокатов, начали благоустройство местного озера, которое уже более 25 лет находилось в запущенном состоянии. Работы стартовали накануне, а сама местность будет приведена в порядок к пляжному сезону 1 июля. Администрация города обещает, что пляж обустроят наилучшим образом и превратят в современную зону отдыха. Будет сделан пляж, будет завезен песок, будет обустроена дамба, будут скамеечки, будут шезлонги. Естественно, не забудут про детей, предусмотренные детской площадкой, игры, то есть все, что необходимо для отдыха. Пока работы по благоустройству заключаются в очистке территории и вывозе грунта. Для этих целей подключены 6 единиц техники и несколько десятков рабочих. Однако, чтобы успеть взять пляж в эксплуатацию в срок, будут работать около 50 человек. Работы проводятся в режиме нон-стоп. Надеюсь, что мы их завершим до 1 июля и преподнесем тем самым радость жителям города Архей. Горожане отмечают, что ждут с нетерпением открытия благоустроенного пляжа. По их словам, отдых на местном очищенном озере будет ничем не хуже поездки на море. Место для отдыха очень хорошее. И, конечно, для города Архей не хватает такого места, особенно летом, чтобы отдыхать на пляже. Очень хотелось бы, чтобы там сделали зону отдыха хорошую, чтобы можно было прийти с детьми, с друзьями отдохнуть. Будут иметь детки, где отдыхать. С родителем, у кого нет возможности поехать куда-нибудь отдыхать, я думаю, что будет нормально. Чтобы мы не ездили куда-то на море, чтобы у нас было все красиво и хорошо. В администрации города отмечают, что уже в следующем году начнутся работы по обустройству парка, расположенного на берегу озера.